Этот человек давно уже больше живет в Лос-Анджелесе, чем в Москве, а в родном для себя Казахстане вообще появляется в исключительных случаях. Тем не менее, замечательный режиссер не приобрел великосветских замашек. Он по-прежнему остается простым и доступным человеком, и другим российским и казахским актерам-режиссерам не помешало бы поучиться у него и профессиональному мастерству, и манерам. По иронии судьбы, если не считать экранизации дозоров Лукьяненко и съемки добренькой новогодней серии «Ёлки», Бекмамбетов больше всего славен авторством шедевральных рекламных роликов для банка «Империал». Именно из-за этого его любят, именно из-за этого его помнят. Молодой режиссер на заре своей карьеры был вынужден работать в низком жанре, но сумел поднять его до высокого искусства. Впрочем, и народ в середине 90-х был совсем другой. Люди тогда хотели и желали смотреть что-то более интеллектуальное, и даже рекламу в это время старались снимать как-то умнее. Бекмамбетов сделал все очень тонко, а потому запомнился лучше всех. Кто же по национальности этот человек? Тимур Нуруахитович – казах и считает себя казахом. Как-то раз во время посещения своего родного города Атырау, он рассказал, что происходит из племени Шеркеш. Это одно из подразделений младшего жуза, представители которого живут в Несове к Волге, на левом берегу Великой реки. Под конец раннего средневековья в составе союза Байулы Шеркеши перекочевали из Монголии на реку Дон и в дальнейшем вошли в состав Кипчаков, которые в русской истории известны под именем Половцев. Вместе со своими сородичами эти люди проиграли борьбу монголам во время вторжения хана Батыя. Несколько крупных восстаний было сурово подавлено. Шеркеши в дальнейшем подчинились нагайским биям, но после взятия русскими войсками Казани отправились не на запад, как все нагайцы, а ушли через Волгу на восток. Когда эти земли были захвачены казахскими ханами, племя со славной историей вошло в состав казахского родового деления. В начале 60-х отец Пикмамбетова трудился небольшим начальником на предприятии энергетической системе города Гурьева, который ныне переименован в Атырау. Его избранница стала девушка из интеллигентной еврейской семьи, работавшая редактором в местной газете. Именно поэтому их сын Тимур может считаться представителем двух народов сразу. Казахи, как тюрки и мусульмане считают родство по мужской линии. Евреи, как древний народ со сложной историей, предпочитают делать это по женской. Судя по всему, еврейские корни имеют некоторое значение для нашего сегодняшнего героя. Он хоть никогда не думал репатриироваться в Израиль, в супруге себя нашел девушку еврейской крови. Его избранница стала москвичка Наталья Фишман. Прежде эта девушка была директором еврейского музея, а затем переехала в Татарстан, чтобы работать чиновницей. Бек Мамбетов во время своей длительной командировки в Америку стал с большим желанием посещать еврейскую баню, которую построили иммигранты, приехавшие в США после Второй мировой войны. Поскольку туда ходят в основном жители постсоветского пространства, для режиссера это один из способов почувствовать связь с родиной. Одной из его работ этого времени был ремейк знаменитого фильма «Бен Гур». Там показана история Иудеи эпохи Иисуса Христа, но не с римской и не с христианской, а с еврейской стороны. В картине сыграли в том числе и израильские актеры. Вот такой он московский казах с российским паспортом.